Топ-5 стран, куда граждане России могут прилететь без визы, сдать языковой тест IELTS, оформить банковскую карту, которой можно расплачиваться за границей, и при этом не столкнуться с русофобией и не разориться. Привет, меня зовут Гульнара, я работаю в проекте Emigrant Today. Давайте я сразу обозначу свою позицию и позицию всего проекта. Мы против войны в Украине и, в принципе, против любых войн. Наверняка среди наших зрителей есть люди из России, которые против политики страны и хотят уехать в Канаду. Это видео для вас. Я сама из России и пару месяцев назад уехала в другую страну, так что своим опытом тоже немного поделюсь. Канадское правительство не вводило никаких санкций против обычных россиян, но это сделали сотни компаний, например, организации, которые принимают языковые тесты IELTS, которые нужны для эмиграции в Канаду. Я назову страны, у которых с Россией безвизовый режим, цену пакетного тура для сдачи IELTS, примерную цену самостоятельной поездки, а также расскажу, как бронировать жилье, если сайты не принимают российские карты, где можно открыть банковскую карту и какие с этим есть проблемы. Если для вас все это сложно, то в конце ролика я поделюсь лайфхаком, как переехать в Канаду вообще не сдавая IELTS. Поддержите видео лайком, подписывайтесь на канал и я начинаю. Повторюсь, ситуация с канадскими визами для россиян не изменилась. На простых граждан санкции не накладывали, поэтому подаваться можно по любой программе эмиграции. В нашей компании еще не было ни одного отказа в визе, связанного с российским гражданством. И не только в этом году, а вообще никогда не было. Прямо сейчас мы ждем решения по выдаче студенческих виз по десятку или даже двум десяткам клиентов из России. Но сколько это займет времени, неизвестно, потому что Министерство иммиграции сейчас занято. Дальше расскажу, чем мы. Но так как сейчас в России нельзя сдать тест IELTS, вы не можете даже предварительно прикинуть, сколько баллов наберете по разных программам эмиграции. И также вы не можете зарегистрироваться в экспресс-энтере и так далее. Я знаю, что многие люди из России сейчас поставили свой процесс эмиграции на паузу. Зря, потому что ваш возраст увеличивается и шансы падают. Хочу еще напомнить про 100 тысяч украинцев, которые сейчас получили разрешение на временное пребывание в Канаде. Часть из них не приедет, часть вернется на родину, но наверняка будут многие, кто решит остаться, и через год или через два будет огромное количество заявок на канадское ПМЖ. С канадским опытом работы и с улучшенным языком у них все получится. Поэтому если вы сейчас поставите свой переезд в Канаду на паузу, то, возможно, ваше место будет просто занято. Я не говорю о том, чтобы с кем-то соревноваться за получение канадского ПМЖ, но если у граждан Украины сейчас есть основания упрощенно находиться в Канаде, то у россиян этого нет. Все нужно делать самостоятельно. Причем желательно не тянуть. Поэтому я все же рекомендую съездить в соседнюю страну для сдачи IELTS. И в этом видео я назову лучшие варианты. Имейте в виду, что тест состоит из четырех частей. Будут проверять ваше понимание на слух, чтение, письмо и разговор. Первые три части сдаются в один день, а устную часть ее проводят в формате интервью и могут назначить на другой. Может быть так, что вы сдадите все четыре части за раз, а может быть такое, что между частями пройдет, например, пара дней. Потом еще минимум неделю придется ждать результаты. В теории их можно получить по почте или через службу экспресс-доставки, например, DHL, но сейчас есть сложность из-за ставки чего-либо из-за рубежа в России. То есть вряд ли у вас получится за один день пересечь границу, сдать экзамен и сразу вернуться домой. Нужно планировать поездку как минимум на несколько дней, и для этого нужна аренда жилья. Самые известные сервисы по бронированию жилья в России сейчас недоступны. Вы можете открыть их сайты через VPN, но оплатить броню с российской карты все равно не получится. Как быть? Кроме всем известных Booking или Airbnb, есть множество российских сервисов, например, Островок или Суточно, а также сервисов, которые лояльны к россиянам. Даже в странах, о которых рассказывают в новостях, что там русских притесняют, прямо сейчас можно забронировать номер в отеле и оплатить рублями с российской карты. В Телеграме оставлю ссылки на несколько сайтов по бронированию, выбирайте. И также есть вариант забронировать и оплатить отель прямо по прилету в местной валюте. Чтобы сдать IELTS в странах СНГ, вам понадобится загранпаспорт, даже если сама страна пускает россиян без него. Экзамен во всех центрах, которые я назову, можно оплатить заранее, потому что центры IELTS принимают банковские переводы. Но будьте внимательны, потому что вы будете перечислять доллары, а они будут конвертироваться в местную валюту. И из-за колебаний курса может быть такое, что вы отправили одну сумму, а пришла другая. Тогда будет обидно. Также во многих центрах принимают оплаты наличными и банковскими картами, которые действуют за рубежом. Но проблема в том, что экзамен нужно оплачивать заранее. У вас не получится прилететь в страну и оплатить прямо перед сдачей. Еще хочу предупредить, что информация о том, открывают ли банковские счета россиянам, сколько стоят билеты, нужен ли сертификат вакцинации. Очень быстро меняется и может устареть к тому моменту, как вы соберетесь сдавать экзамены. Например, коронавирусные ограничения меняются постоянно, а когда я делала себе банковскую карту за границей, через несколько дней банк перестал открывать счета иностранцам. Ссылка на сайт, где можно узнать, какие ковидные ограничения в каких странах действуют, будет в телеграм-канале. Пожалуйста, перепроверяйте важную информацию перед билетом. Еще хочу вас предупредить, что если вы открываете банковский счет за границей, то по закону должны в течение одного месяца уведомить об этом российскую налоговую. А потом до 1 июня каждого года передавать отчеты движения денег на иностранном счете. То есть, если вы откроете в иностранном банке счет в этом году, то до 1 июня следующего года, и потом каждый год должны отчитываться перед налоговой. А если всего этого не делать, то предусмотрены штрафы. По своему опыту могу сказать, что сейчас есть проблема с переводом денег с российских валютных счетов на иностранные. Поэтому мало просто открыть карту, нужно будет ее как-то пополнять. Как вариант, пока вы находитесь в другой стране, можно сделать это наличными в местном банке. Ну ладно, перейду уже к странам. На пятом месте в рейтинге для сдачи IELTS – Азербайджан. Для пересечения границы потребуется сертификат о вакцинации. Российский спутник V тоже подойдет. Сухопутные границы закрыты, а перелет из Москвы туда-обратно стоит примерно 40 тысяч рублей. Российские касты в стране не работают. Для оплаты такси, отеля или сдачи экзамена придется ввести с собой наличные. Или его попробовать воспользоваться картой UnionPay, но вполне возможно, что она почти нигде в Азербайджане работать не будет. По загранпаспорту можно открыть банковский счет и сделать карту виза. Но для этого также понадобится местная сим-карта и регистрация, которую оформит отель. Получение карты займет где-то 3-4 дня. Экзамен принимают в Баку. Там два центра и максимум, который вы потратите непосредственно на сдачу – 250 американских долларов. Оплату нужно внести за 4 дня до экзамена, иначе ваша бронь аннулируется. При оплате картой могут также снять 18% налога. Банковские переводы из России принимают, а ссылку со свободными датами для экзамена вы найдете в Телеграм-канале. Там же после оплаты еще дают бесплатные материалы для подготовки. Главный минус Азербайджана и многих других стран в том, что тогда пока нет пакетных туров на сдачу IELTS, чтобы вы один раз заплатили и сразу получили перелет, проживание, бронь даты экзамена, и чтобы потом сертификаты привезли вам домой в Россию. Да, где-то такое уже есть, но в Азербайджане все придется организовывать самим. Минимальный бюджет на день примерно 2500 рублей, 1500 на ночь в апартаментах и 1000 на все остальное. То есть на недельное пребывание вы потратите где-то 17,5 тысяч рублей, а в сумме получится 75 тысяч. На четвертом месте – Армения. Коронавирусных ограничений сейчас нет, а перелет из Москвы туда-обратно стоит от 24 тысяч. Огромный плюс в том, что в Армении работают карты МИР, а еще можно открыть банковский счет по паспорту РФ. Есть даже туры специально для открытия счетов и получения банковских карт, которые будут работать во всем мире. Но эта ситуация может измениться, потому что некоторые люди уже жалуются, что им отказали в открытии счета. С конца февраля очень многие россияне уехали в Армению, поэтому цены на все сильно поднялись. Апартаменты будут стоить где-то 2000 рублей за ночь, но если вы будете бронировать их в последний момент, то есть вероятность, что адекватных вариантов не останется. В остальном цены, например, на уровне российских. Если пойдете в магазин за продуктами, то потратите там где-то 2000 рублей. С учетом стоимости жилья и всего остального, поездка в Армению на сдачу Айлс обойдется вам дешевле, чем в Азербайджан, но ненамного. Айлс принимают в Ереване, цена 215 долларов. Деньги можно перечислить диспансионно-банковским переводом. Еще плюсы Армении. Там понимают русский, говорят по-русски и хорошо относятся к русским. Это туристическая страна, которая годами зарабатывала на российских туристах. А сейчас можно сказать, что туристический сезон просто начался на несколько месяцев раньше. На третьем месте в топе стран Киргизия, или же Кыргызстан, вроде так правильнее. Там тоже есть свои плюсы. Во-первых, не просто говорят на русском, а русский язык официальный, поэтому все документы и договоры будут на русском языке. Во-вторых, в Киргизию очень дешево лететь из Москвы. В обе стороны можно найти билет за 21 тысячу рублей. Без визы вы можете находиться там до 30 дней, а потом получить электронную визу, если вдруг решите остаться. Все цены в Киргизии на проезд, отели, продукты, кафе, мобильную связь и так далее примерно в два раза меньше московских. Но апартаменты не очень дешевые, можно рассчитывать примерно на тысячу или полторы тысячи за одну ночь. В любом случае, если сравнивать, например, с Азербайджаном, то вы только 20 тысяч сэкономите на перелете, а всего поездка обойдется вам примерно в 55 тысяч рублей. В Киргизии сейчас нет никаких ограничений, можно даже прилететь без ПЦР-теста, а также проехать на машине транзитом через Казахстан. Туда тоже не нужна виза, но уже попросят свежий ПЦР-тест на границе. Перейду к сдаче Айлс. В самой Киргизии работают российские карты МИР, но центр, где сдают Айлс, их не принимают. Можно оплатить наличными, либо банковским переводом. Люди, которые пробовали открывать счета в киргизских банках по российскому паспорту, пишут, что все прошло нормально, но рекомендуют взять с собой посадочный талон с самолета и купить местную сим-карту. А если вы пойдете в Оптима-банк, то там можно даже привязать карту к российскому номеру телефона. Айлс принимают только в одном центре, он находится в Бишкеке, и стоимость его примерно 220 американских долларов. Можно сдавать экзамен на компьютере, а можно на бумаге. В компьютерном формате Айлс принимают несколько раз в неделю, в бумажном – один раз в месяц. Свободные места есть на любую дату. Ссылка будет в Телеграме, сами убедитесь. Вы регистрируетесь онлайн, и в течение одного рабочего дня должны оплатить экзамен, иначе ваши брони аннулируются. И будьте внимательны, потому что вы будете переводить доллары, а они будут конвертироваться в местную валюту. И экзамен на бумаге стоит дешевле. На втором месте – Узбекистан. Вот в Узбекистан уже можно полететь так, чтобы за ваши деньги вам все организовали, а вы просто потратили два дня на сдачу экзамена. С вас нужен только ПЦР-тест и билеты на самолет. Мы никого не рекламируем, дальше будет просто информация из открытых источников. Есть организация, которая приглашает на экзамен в компьютерном формате в свой филиал в Ташкенте. Стоит это 25 тысяч рублей, включая проживание. Зарегистрироваться на сдачу нужно не позднее, чем за 15 дней до экзамена. Оплатить его можно в рублях онлайн. Скан-сертификаты вы получите через 6 дней после сдачи экзамена, а оригинал могут привезти в Россию за дополнительную оплату. В принципе, ваши результаты уже будут в базах данных. И сам центр, который принимал экзамен, может отправить в Министерство иммиграции Канады как электронный вариант, так и бумажный. По крайней мере, до санкции официальный центр IELTS в Москве предлагал такие услуги бесплатно. И, кстати, к официальным центрам IELTS я скоро перейду, они тоже организуют ограниченные туры. Пока вернусь к Ташкенту. Билеты на самолет вам нужно оплачивать самим, как и транспорт до центра сдачи IELTS. Жить вы будете прямо там, поэтому никуда, в принципе, выходить не нужно. Весь экзамен сдается всего лишь за один день. Но сотрудники центра рекомендуют планировать поездку на три дня, чтобы никуда не опоздать и не нервничать. Цена на перелет сильно колеблется. Можно найти билеты туда-обратно за 20 тысяч рублей, даже за 18,5, можно и за 35. Поэтому лучше сначала посмотреть цены на билеты, а потом уже к этим датам привязывать дату экзамена. В итоге вы потратите где-то не больше 50 тысяч рублей. Похоже, что это самое выгодное предложение. Есть еще школа Виндзор, которая обеспечивает проживание две ночи в хостеле и сдачу экзамена. Без учета перелета это обходится примерно в 30 тысяч рублей. Все ссылки в Телеграме. Осталась еще одна страна, которая на первом месте. Это в Казахстан. Два крупнейших в России экзаменационных центра от австралийских и британских собственников IELTS предлагают пакетные туры в Нур-Султан, столицу Казахстана. Официальный центр Британского совета предлагает поездку на сдачу экзамена даже с предварительно интенсивной подготовкой. Такое комбо подготовка плюс экзамен стоит 41 тысячу рублей, а сам экзамен без подготовки 22,5 тысячи. Заселение в гостиницу оплачивается отдельно и имейте в виду, что Казахстан до сих пор требует свежий ПЦР-тест на границе. Второй австралийский центр предлагает полный пакет услуг, но с оговоркой, что места на сдачу экзамена могут закончиться, а перелеты резко подорожат. Стоит тур All-Inclusive от 65 до 70 тысяч рублей с вылетом из Москвы. Вам организуют сам экзамен, перелеты, проживания в гостинице и также гарантируют перенос экзамена, либо полный возврат денег, если вдруг рейс отменят или границы закроют. И у этого центра, кстати, сама сдача IELTS дешевле, стоит 21 тысячу 200 рублей. Ссылки на сайты центров будут в Телеграме. Вы также можете договориться с ними только об оплате экзамена в рублях и самостоятельно найти недорогую гостиницу и перелет. Надо сказать, что это самые крупные и известные в России центры, принимающие IELTS, так что им можно доверять, в том числе и подготовку к экзамену. Как обещала, напомню, что есть надежный путь эмиграции в Канаду без сдачи теста IELTS, и это путь через получение образования в канадском колледже. Даже если у вас средний английский, то из канадского учебного заведения вы можете получить документ об условном поступлении, при условии того, что потом вы предоставите сертификат о знании языка. Это может быть IELTS, либо диплом из канадской языковой школы, с которой мы сотрудничаем, где, кстати, можно учиться онлайн. Вы, скорее всего, подумаете, что углубленный курс английского будет стоить очень дорого, но хорошая новость. Если вы обратитесь к нам для поступления в колледж Джорджио, который находится в Торонто, то вы можете получить 12 бесплатных недель английского языка. Вторая хорошая новость. Колледж предоставляет стипендию – 2500 канадских долларов в семестр. То есть, если вы проучитесь на программе длительностью 1 год, то сэкономите 5000 на обучении, а если 2 года, то 10 тысяч. Подробности на нашем сайте по ссылке в описании. Получив канадское образование, вы сможете найти работу в Канаде, наработать канадский опыт и подать документы на ПМЖ. Недавно на канале выходило интервью с нашим клиентом, который сейчас как раз проходит такой же путь. Ссылка будет в углу экрана и в описании. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если он был полезный, то обязательно поставьте лайк и поделитесь в комментариях своим мнением и опытом сдачи АЗ в странах СНГ. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные ролики. Также смотрите другие видео на нашем канале про работу, учебу и иммиграцию. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok